Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Эфессиным, глава 4, стихи из 14 по 19. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совыкупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня четверг, и Церковь предложила нам обратить свое внимание и устремить свой взор на послание к эфесинам святого апостола Павла, глава 4, стихи с 14 по 19. В сегодняшнем отрывке апостол пишет, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Церковь предупреждает нас о том, что мы должны возрастать в меру возраста Христова в плане не физиологическом и хронологическом, а в плане духовном. То есть нам всегда задана некая планка. Помните, как сказано в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди Спасителя, что «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Мы призваны к совершенствованию, но не своими собственными силами, а работая над собой вместе с Богом. Христианство отличается от различного рода религиозных течений, скажем так, которые имеют в своей основе гуруизм, то есть некий проводник, который тебя возрастает, выращивает. Там ты в основном надеешься на свои силы собственные. Здесь же ты прикладываешь максимум своих усилий, но результат возможен только в соработничестве с Богом. То есть здесь ты прикладываешь максимум усилий в совокупности со смирением и кротостью. То есть твои результаты, они должны тебя смирять, а не тешить твою гордость и тщеславие. Мы должны оставаться не духовными младенцами, а в смирении и кротости возрастать вместе с Богом, который в меру твоего покаяния, твоего смирения и твоей готовности служить Господу его заповедям будет освещать тебя и вести тебя путем обожения. А младенцы, они колеблются и увлекаются различным ветром, как некая трость на ветру колеблемая, то одним интересным учением, каким-нибудь эзотерическим, то другим каким-нибудь социальным учением человека мотает из стороны в сторону, и нет в нем твердости веры. А мотает его из стороны в сторону и почему? Потому что вот эти ветра колеблемые, они ищут своего, а не божественного. И поэтому они, суть лукавства человеческое, и хитрое искусство обольщения. В их устах не истина, а лесть, в их помыслах лукавство, а не правда. Но каким путем мы должны идти? Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть наша духовная жизнь тоже христоцентрична. Мы молимся о просвещении, об освещении нас через Иисуса Христа, Его спасительными страданиями, Его спасительным воскресением и вознесением, которым и стало возможно бытие нашей Церкви. Из которого все тело, то есть из Христа, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена. То есть Церковь созидается совместным трудом нас с вами, дорогие братья и сестры, при действии каждого в свою меру. Каждому из нас отмерен свой талант, свой путь, свое жизненное дело. Ибо каждый из нас занимается чем-то своим. Кто-то врач, педагог, строитель, инженер, административный служащий, государственный служащий, бизнесмен и так далее, оператор, звукорежиссер. Каждый из нас на своем деле, на своем месте выполняет свою работу. Кто-то священник, но все мы дети Божьи, все мы находимся в пространстве Божьего попечения при нашем желании. Господь оставляет выбор человеку. Быть в этом пространстве и выходить за его пределы. То есть довериться Богу или не доверять Богу, не верить в Него и так далее. У каждого свой путь, свой выбор. Но тем, кто делает свой выбор в пользу Господа Бога, тому приходится трудиться совокупно, то есть вместе. С одной стороны, это хорошо показано в храме. Мы приходим все вместе, мы молимся. Но каждый до храма потрудился в свою меру. Ему определенную обстоятельствами, его личным выбором и промыслом Божиим. Поэтому каждый из нас совокупно со всей церковью трудится на своем поприще, в свою меру. Ибо у всех у нас разные жизненные задатки, у всех у нас разный, что называется, старт, разные семьи, разные обстоятельства и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы, каждый в свою меру потрудясь, что делаем? Получаем приращение для созидания самого себя в любви. Наш совместный труд, наш труд в меру наших возможностей приращает, получает приращение для созидания самого себя в любви. Здесь дан пример двойственной экклезиологии, двойственного учения о церкви. То есть мы совместно, совокупности, мы без общества, без тела Христова, мы не можем совершенствоваться. Нам нужна церковь, нам нужны братья и сестры во Христе, чтобы совокупно с ними совершать дело нашего спасения. И в то же время каждый из нас отдельно трудится. Как помните, мы с вами толковали послание к Галатам, там сказано, что бремена друг друга носите и так исполните закон Христов. Но дальше говорится о том, что есть такие бремена, которые каждый сам носит, и это только его личное бремя. Здесь то же самое. Мы совокупно вместе трудимся, но также и каждый из нас по отдельности на своем поприще в своей душе трудится, чтобы созидать самого себя в любви. И эту любовь потом изливать на ближнего и на дальнего, на друга и недруга. Понимаете? Вот о чем здесь идет речь. И это как раз таки и есть наше соработничество с Богом и друг с другом. Как говорится в богослужении, едиными устами и единим сердцем будем прославлять Господа Бога. Посему и говорю, я заклинаю Господом, чтобы все вы более не поступали, как поступают прочие народы, по судьности ума своего. И дальше идет речь о том, что ефесини уже встали на этот путь. Они уже являют собой тело Христово. Как мы говорили, что мы все находимся в попечении у Господа, но мы вольны выйти из этого попечения по своей воле, искажающей логосы нашего бытия, как сказал бы преподобный Максим Исповедник. Добровольно, да, добровольно противопоставляя себя тому замыслу о человеке, который Бог вложил изначально. Это свобода человека. Но апостол предостерегает церковь выходить за пределы предопределенного Богом. Поэтому и он призывает ефесин не вступать на прежний путь языческого нечестия до такого, что они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть они поглощены грехом совершенно и не могут насытиться им. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня церковь призывает нас к стойкости, к единству в духе веры и любви и к исполнению заповедей Божьих. Поэтому, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день давайте помолимся, чтобы Господь укрепил нас и будем помнить, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова